Я хочу спросить про Крокус. Белорусы очень близко восприняли эту трагедию наших соседей. И в этот момент все начинают думать о дополнительных мерах безопасности. Как вы считаете, мы что-то будем делать, нам что-то нужно делать? Нам ничего не надо делать и никому ничего не надо делать. Надо выполнять то, что надо выполнять. Чему учит Крокус? Если ты проводишь мероприятие 6, 7, 10 тысяч человек, мы выставляем туда милицию, мы выставляем туда ОМОН, надо военнослужащими усиливать. Все вооружены. Понимаете, все вооружены. Собираемся во дворце республики, в НС проводим 1200 человек, плюс проглашенные, ну, полторы тысячи, может быть, две тысячи человек. Внешнее кольцо, на площадь никто лишний не зайдет. Стоят люди военные. Внутри жесточайший контроль. Это кто не знает? Все знают и в России, и в Беларуси. Все это знают. Поэтому это надо выполнить. Если бы в Крокусе, те, кто собирали там людей, звонок в милицию, это надо, это, это, все бы было обеспечено. И там бы не с дубинками и электрошокерами охрана стояла, а там возле этой охраны стояли бы вооруженные люди. Выстрелили, 4-6 человек ответили огнем. То есть надо это выполнить, это элементарно. А что мы туда, танки будем подтягивать? Или бронемашины какие-то? Нет, это не нужно. Поэтому нужен порядок. Ну, естественно, камеры. Благодаря камерам этим обнаружили эту машину. Ну, много машин было под контролем спецслужб России. Взаимодействие белорусов и россиян. Почему вы задают мне часто вопрос, Беларусь, они не могли пойти в Беларусь? Они, их кураторы, у нас есть подозрения на некоторых, это я Путину позвоню, скажу свои подозрения, они понимали, что в Беларусь заходить нельзя. Потому что в первые минуты, как Россия перешла области на усиленный режим безопасности, так и у нас. В первые же минуты, мне доложил председатель КГБ, он занимается антитеррористическими мероприятиями. Все мы по самому боевому, боевой ситуации привели в действие свои подразделения. Милиция сразу же на дорогах выставилась, в том числе с Россией, по плану. Так как мы сейчас тренируемся на случай войны, так и там тренировки были. Они стали на свое место. Дальше мы их подкрепили разведкой, контрразведкой комитета госбезопасности. Пограничные подразделения на границе мобилизованы были, ну и части военных. Мгновенно. Поэтому они в Беларусь никак не могли зайти. Они это видели. Поэтому отвернулись и пошли на участок украинской границы, украинско-российской. Там молодцы ребята, Бортникова, молодец он. Ребята с границы поднялись и вышли им навстречу. Там же как раз проходила эта антитеррористическая операция по уничтожению диверсионных групп страны Украины. Вот части этих ребят вышли и их задержали. Вместе с теми, кто их сопровождал от Москвы. Операция прошла очень солидно. И вот это взаимодействие беларусов и россиян дорогого стоит.